МОСКОВСКАЯ ЦЕРКВИ Марафон о памяти жертв Холокоста и восстановлении Израиля. Это было потрясающее, классное служение. Здесь присутствовали узники. Было такое единение, оно чувствовалось. Тех людей, которые были в зале, христиане и пришедших узников. Я думаю, это некие признаки будущего. Благодарна тому, что здесь происходило. Для меня это, конечно, открытие. Я здесь первый раз. И такая любовь к евреям для меня большая благодарность. И поэтому я думаю, что если эта любовь будет передаваться не только в этой церкви, а благодаря этим людям, пожалуй, наступит мир во всем мире. Пожалуй, евреи объединятся и приедут в Израиль. Я очень рад был участвовать в этом марафоне. И самое важное, что для меня было в этом марафоне, это возможность пообщаться с нашими гостями. Удивительные люди, прожив долгую и сложную жизнь, они не потеряли оптимизм. И глядя на них, я понимаю, что мы пройдем через любые испытания, потому что Бог за нас. А если Бог за нас, то кто против нас? Вечер хвалы и поклонения Богу, естественно, сопровождалось молитвами об Израиле, и звуки музыки плавно переплетались с благословениями. Также на мероприятии был анонсирован фильм о молитвенном марафоне, рассказывающий его историю. Ссылку на него вы найдете в описании. Гостями вечера были бывшие узники гетто и концлагерей, которые поделились свидетельствами своего спасения во время Холокоста и могли почувствовать в это время силу любви Отца и тепло Его света. Благодаря труду Господа и людей Божий шалом приходит в сердца, а иудейско-христианский диалог становится по-настоящему реален. На протяжении уже десятилетий мы вместе радуемся, вместе огорчаемся. Мы стали какой-то семьей. Люди разных исповеданий, вместо того, чтобы нести нетерпимость, могут дружить, могут любить, могут творить. И в этом заключается, по-моему, смысл жизни. Я помню, когда четыре года назад, когда это был второй марафон, когда мы молились здесь, в здании церкви, меня привела сюда мама. И насколько это было важно мне услышать истории выживших. Насколько мне было важно, на самом деле, это услышать из первых уст и какая-то честь, осознавать то, что мы еще живем, когда эти люди все еще живы. Каждый раз, вспоминая эту историю, конечно же, накатываются слезы и от горя, но и от огромной благодарности Богу, что Он сделал. И поэтому я верю в то, что это нельзя забывать. Я верю, что очень важно Евангельской Церкви участвовать в этом мероприятии. Таким образом мы показываем, во-первых, любовь к Божьему народу Израиля и провозглашаем в духовный мир волю Божью. И также мы напоминаем о том, чтобы это никогда больше не произошло. Поэтому я считаю, что это очень важное событие и рад был участвовать в этом. Информационное бюро «Спектр» Москва.